МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечерний выпуск новостей на пятом канале в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. Далее о главных событиях этого дня. Очередные обыски и задержания. Был конфискован даже холодильник из дома матери четырех детей, живущих в бедности. Что женщина говорит о действиях полиции, расскажем в выпуске. Так называемыми предателями родины стали называть людей, которые покупали дешевые товары в социальных магазинах или тех, кто посещал парк развлечений Архейленд. С теми, кто в одночасье проснулся врагом народа, побеседовали репортеры Пятого канала. Угрожает войной, если Майя Санду проиграет. На этот раз страшилки звучат из уст бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича, который живет сейчас в Соединенных Штатах. Катастрофа в Испании. Десятки людей погибли в результате разрушительного наводнения, которое затронуло ряд регионов страны. Больше всего Валентию. Конституционный суд в четверг в 10 утра примет решение о признании результатов республиканского конституционного референдума. Напомним, что 20 октября избирателям был задан вопрос. Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу? Плебисцит, который Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся и в котором принял участие почти 51% избирателей, прошел на грани фола с минимальным разрывом между ответами «да» и «нет». Причем внутри республики большинство граждан проголосовали против изменения Конституции. Только в восьми районах страны превалировал ответ «да», в то время как в остальных 24 районах большинство избирателей ответили «нет». И только подсчет голосов в диаспоре в итоге с минимальным перевесом в 0,72% склонил чашу весов в сторону ответа «да». Целый ряд кандидатов в президенты и политиков потребовали аннулировать результаты плебисцита, заявив о многочисленных нарушениях и прежде всего на зарубежных избирательных участках. Завтра партия коммунистов намерена провести протест перед зданием Конституционного суда против фальсификации результатов республиканского референдума. Минувшей ночью полиция вновь проводила обыски. Были задержаны два активиста Блока Победа. В политформировании считают, что эти действия незаконны и безосновательны. Но больше всего шокируют действия силовиков по отношению к рядовым гражданам, не имеющим никакого отношения к политике или партиям, а именно к пенсионерам, инвалидам и малоимущим. Так, например, на этот раз правоохранители оставили безработную женщину с четырьмя детьми без холодильника, потому что он был выделен как помощь от Блока Победа. И это далеко не единственный случай беззакония со стороны правящей власти. Полиция после ночных обысков задержала двух человек, семейную пару из единиц, которые являются активистами Блока Победа. Информацию пятому каналу подтвердила депутат политформирования Регина Апостолова. Я уверена, что это традиционное незаконное задержание тела солнца 15 октября. Две недели назад они были у них в отпуском. Как видите, ничего не нашли. Я не думаю, что что-то в этой семье изменилось за две недели. И я уверена, что результат будет такой, как и у всех остальных. Оснований для задержания нет. Я считаю, что это идут репрессии, это идет давление на весь блок Победа, который осуществляется не первый день и не первый месяц. И особенно это связано, естественно, с предстоящими выборами 3 ноября. Я думаю, что правящий режим в истерии находится. По мнению Регины Апостоловой, полиция прибегает не только к незаконным обыскам и задержаниям, но и к конфискации бытовой техники, ранее предоставленной Блоком Победа нуждающимся многодетным семьям, которые обратились за помощью к политформированию. Вчера полиция была. Если дошли до того, что вчера в Дубасарском районе, в селе Пырыто, у женщины забрали холодильник. Женщина написала в мае месяце заявление с просьбой приобрести ей холодильник, потому что у них доход 2000 леев в месяц, а у нее четверо детей. Это многодетная семья. Вчера у нее пришли и изъяли холодильник. Это подарок за голос. Извините, в мае месяце женщина обратилась с письмом. Она думала о том, что будут выборы и что ей надо будет за кого-то голосовать. Это абсурд. Это бескредел. Все одной женщины пришли и хотели забрать стиральную машину. Сказали, что это ворованная машина. Но женщина доказала, что это не ворованная машина и так далее. И от нее отстали. Депутат Блока Победа рассказала, что во вторник полиция провела незаконные обыски в ее служебной машине. А ее коллеги по партии сообщили, что в одном из районов полиция конфисковала автомобиль инвалида, поскольку он якобы использовался для перевозки пропагандистских материалов. Пятый канал попытался получить комментарии по поводу этих заявлений, а также узнать подробности ночных обысков и задержания активистов политического формирования в Единцах. Но глава пресс-службы генерального инспектората полиции Диана Фитко на наши телефонные звонки не ответила. Лидер Блока Победы Илон Шор прокомментировал в публичном пространстве обыски в многодетной семье. «Это вообще за гранью человечности. Санду, вы не люди. Объясни, зачем твоя полиция забрала холодильнику многодетной безработной женщины? Да, его подарила наша команда. Эта семья просила у нас помощи, потому что не сводит концы с концами. Мы много лет бескорыстно помогаем многодетным, инвалидам, пенсионерам, людям, которым есть нечего. Они обращаются к нам, потому что вы, бездействующая власть, не даете им возможности нормально жить. Более того, вы забираете последнее, запугиваете, унижаете. А еще мы передаем продукты нуждающимся. Еду тоже отбирать будете? Хотя вы это уже делали на открытии парка в Гагаузии. Предела вашей мерзости нет», – написал Илон Шор. Тем временем премьер-министр Дарин Ричан пригрозил гражданам наказанием, если они не проголосуют честно на выборах в воскресенье. Напоминаю, что продажа голосов – тяжкое преступление, и оно наказывается штрафом в 37 тысяч леев. Мы все заметили, что правоохранительные органы фиксируют абсолютно все нарушения. Это было продемонстрировано 20 октября. Это будет и 3 ноября. Поэтому каждый должен проголосовать честно. Напомним, что президент Майя Санду ранее заявляла, что якобы было куплено более 300 тысяч голосов. Полиция при этом оперирует гораздо меньшими цифрами и сообщает о 130 тысячах молдаван, которых якобы подкупили. А в прошлое воскресенье было объявлено, что по делу о подкупе было составлено 224 протокола. В итоге обвинения были предъявлены только 35 гражданам. И остается непонятным, как именно были получены доказательства. Ранее некоторые граждане жаловались, что их вызывали сотрудники правоохранительных органов для подписи заявления о том, что надбавки к пенсиям, полученные ими через российскую платежную систему, будут считаться финансовым вознаграждением за выборы 20 октября. В противном случае людей предупреждали, что им грозят серьезные штрафы и даже годы тюремного заключения. Пятому каналу удалось получить эксклюзивные кадры и заявления многодетной мамы, у которой полиция конфисковала холодильник. Условия, в которых вынуждена жить эта семья, ужасают. В доме, который может вот-вот развалиться, холодильник был единственным новым предметом. Вчера вечером около 18-19 часов пришла полиция и спросила меня о команде Шора. Я сказала им, что он подарил мне подарок, что мне нужен был холодильник, так как у меня четверо детей. Мне подарили, и я благодарна господину Шору за этот подарок, потому что он мне был нужен. Я написала заявление в мэрию, что мне нужна помощь. Мэрия мне ничем не помогает, мне никто не помогает. Я днями работаю. Вас кто-то просил поддержать на выборах Шора? Нет, нет. Я все делаю сама. Боже упаси, я ничего не украла, ничего не взяла. Мне это не нужно. Это старый холодильник, который остался? Да. По словам женщины, только после того, как от премьерии она не получила ответа, она обратилась в блок Победы за помощью. Сейчас она жалуется, что представители закона застали ее врасплох. Она даже не успела понять, что происходит. Продукты из холодильника полицейские выложили на стол, погрузили его в машину и уехали. К тому же женщина утверждает, что никто не просил и не призывал ее проголосовать за кого-то конкретно. Правозащитники бьют тревогу. В преддверии второго тура президентских выборов давление на избирателей усиливается. Фактически в стране установился тоталитарный режим. Об этом пятому каналу заявила председатель ассоциации Фемида Алина Полей. По ее словам, в последнее время к ней поступает множество жалоб на полицейских. Люди рассказывают, что к ним приходят домой, либо вызывают и задают провокационные вопросы, в том числе нарушающие тайну голосования. Все это происходит с нарушением необходимых процессуальных норм. Адвокат говорит, что это недопустимо и требует от властей прекратить произвол. Эта власть окончательно сошла с ума. С этих слов начинается публикация в фейсбуке адвоката, председателя правозащитной ассоциации Фемида Алины Полей, которая сообщает о рейдах полиции во многих населенных пунктах к людям, которые были внесены в некие списки, а в некоторых случаях и о принудительных приводах. В интервью пятому каналу Полей рассказала подробности. В последние дни с кем общался, покажи свой телефон. Якобы утверждают, что эти люди находятся в каких-то там списках. Просто демонстративно, на публику, потому что за этим всем наблюдают, если это где-то в селах, так за этим всем наблюдают и соседи этих людей. Демонстративно пытаются задавить избирателя, тем самым даже провоцируя на то, чтобы у них отпало желание принимать участие в этих выборах в воскресенье. Правозащитник считает, что власти, используя административные ресурсы, пытаются надавить и запугать избирателей накануне второго тура президентских выборов. При этом адвокат подчеркивает, совершая подобные визиты, сотрудники полиции допускают грубейшие процессуальные нарушения. Лично, как адвокат, пообщавшись с несколькими сотрудниками полиции, было выяснено, что они действуют без документов, без установленных на то процессуальных документов. Они действуют, как они заявляют, строго по указанию своего районного руководства. Это указание в устной форме, никаких документов, постановляющих них на это нет. Более того, сотрудники полиции приезжают в населенные пункты, из других населенных пунктов, пусть даже того же района, но они не имеют территориально никакого отношения к населенному пункту, где они действуют. Я считаю, что это недопустимо. Это нарушение, как и прав и свобод человека, также и превышение полномочий со стороны сотрудников полиции. Это не что иное, как давление и запугивание на избирателя. Алина Полей считает, что ситуация с соблюдением основных прав и свобод человека в нашей стране давно вызывает беспокойство. А сейчас проблема обострилась еще сильнее. Фактически установился тоталитарный режим. И это при том, что на развитии демократии и стимулировании гражданской активности в молдавском обществе нашей стране выделяются европейские и американские гранты уже несколько десятилетий. Нет никакой свободы выбора сейчас, сегодня у избирателя. Десятилетия, да, вот столько грантов, сколько проектов воспитывали избирателя о том, что есть право выбора, что есть свобода выбора, что демократия, одно, другое, третье. Сегодня всего этого нет. Поэтому нельзя говорить ни о каких европейских стандартах, европейских методах, демократических методах и так далее. Сегодня полнейший, не знаю, тоталитарный режим у нашей страны. Пятый канал обратился за комментарием по поводу рейдов полицейских, о которых сообщила правозащитник в пресс-службу Генерального инспектората полиции. Однако Диана Фитко не ответила ни на наши звонки, ни на сообщения. Все больше новых интересных деталей всплывает по поводу списка людей, которых власти обвиняют в продаже своих голосов. Как уже упоминалось ранее, среди опубликованных имен есть умершие люди, те, кто получают зарплату через банковские переводы или другие лица, которые хотя бы раз в жизни были связаны с проектами, реализуемыми Илоном Шором, являющиеся либо покупателями в социальных магазинах, или посетителями парка развлечений в Аргееве. В дома этих людей теперь врывается полиция, которая требует от них признаться, что они якобы получили деньги за свой голос. А активисты ПАС распространяют свои заявления, разжигающие ненависть и вызывающие негатив по отношению к ним. После того, как в СМИ были опубликованы списки так называемых предателей Родины, Пятый канал посетил два населенных пункта, чтобы поговорить с некоторыми из упомянутых в списках людей и понять, как они там оказались. В целях безопасности мы не будем разглашать названия сел и районов, поскольку власти создали атмосферу страха в обществе. То, что сделала госпожа Санду, большая глупость. В ТикТоке появились списки людей, которые покупают дешевые продукты. Ей не следовало пугать и составлять эти списки. А надо было приехать к людям в село, провести встречу и сказать, что вот, мол, вы есть в этом списке. По какому поводу? И тогда люди ответили бы, что покупали дешевые продукты. Был магазин в Новых Аненах, и мы радовались недорогим продуктам. Я покупала их внукам, которые тогда у меня гостили. Женщина также рассказала нам, что сотрудники правоохранительных органов силой заставили ее подписать документ о получении взятки, что она категорически отрицала. Меня вызывали в полицию. Я была в полиции. Меня отвезли на машине из дома с уколами в сумке. Только сейчас мне сделали укол и отвезли, чтобы меня обвинили в получении взятки от Шора. Я говорю, люди добрые. Я не брала никакой взятки от этого человека. Я даже в глаза его не видела. В ТикТоке вот видела. Но этот человек мне денег не давал. Дешевые продукты я покупала. И благодарна ему, что он действительно заботится о людях и предлагает дешевые продукты голодающему народу. И эту пенсионерку тоже схватила и оболгала полиция. А теперь, когда список появился, к вам не приходила полиция? Ее вызывали. Меня позвали. А меня нет, потому что я им не отвечаю и не прихожу. Я ему говорю, объясняю ему. А он так все выкрутил, будто я получала. И даже если будут искать, все равно ничего не найдут. Я не получала ни одного лея. Елена и Антонина из одного села оказались в схожей ситуации. Женщины оказались в списке только потому, что покупали продукты в социальных магазинах Меришор и потому, что возили внуков в Архейленд, где для местных детей были организованы бесплатные мероприятия. Я могу быть связана с Шором только в том, что касается магазинов Меришор. Мне позвонила родственница из Новых Анен и говорит, что если я хочу, то могу купить продукты. Это было где-то в 2020 году. И она сказала мне пойти за карточкой, что в этом магазине можно купить какие-нибудь продукты подешевле. Сказала, что зайду, и из-за того, что там была написана партия Шор, в этом вся связь с Шором. Вы только лишь покупали продукты? Всего лишь была карточка. Я туда ходила, может, раз в месяц, а может, два в Новых Аненах и покупала там продукты и все. Кто вам сказал или как вы узнали, что находитесь в списке? Пол Европы попала сюда. Я вообще не смотрю Фейсбук. Дети смотрели? Мне прислала родственница из Голландии. После того, как вы появились в списке, соседи не смотрят на вас как-то странно. А зачем им смотреть? Что я сделала? Возили детей в Архейленд, отвозила их туда, чтобы они тоже могли развлечься, поиграть там. У меня ведь другой нет возможности, потому что моя дочь уехала и оставила мне внуков вот уже как 12 лет. Женщины говорят, что им не предлагали голосовать за деньги. И они не могут объяснить, почему их так унизили. По какому поводу нас туда включили, если перед выборами никто никуда не ходил? Нам никто денег не давал. Мы газеты не разносили. Скажите, почему? Месяца три назад ко мне пришел полицейский. Я ему написала, что не имею к ним абсолютно никакого отношения. Денег не брала и ничего не знаю. Поставила свою подпись, что ничего не имею. А как вы узнали, что находитесь в этом списке? По телевизору они выставили список, и когда я увидела его в новостях, я была в шоке. Всю ночь не спала, давление поднялось. Извините, но мне не 6 лет, мне 70 лет. И они что, собираются так издеваться над нами? И эта женщина оказалась вместе со своими дочерьми в списке предателей родины, не имея никакого отношения и связи с политиком Илоном Шором. Более того, они неоднократно упоминались в списках. А как вы узнали об этом списке? Кто вам рассказал? Как вы его увидели? Люди из села мне сказали. А люди в селе как-то странно на вас смотрят? Да, как будто я убила человека. Я сказала, что если бы я убила человека в чем-то доме, то и то было бы не так. Как вы думаете, почему это было сделано? Не знаю почему. Мне кажется, между людьми ненависть. Перед тем, как такое опубликовать, надо сначала выяснить, виновен человек или нет, брал он деньги или нет, были они на выборах или нет. Иду и голосую за кого голосую. Голосуйте за кого хотите. Мы живем в демократической стране. Ну да, но я не собираюсь продаваться за деньги и за пачку макарон. Зашла, проголосовала и все, выхожу. И у моих девочек не было указания. А на них плюют. Их там показывают. Им писали и издевались, а они даже не приходили и ничего не знают. Напомним, что известный спортсмен Ион Лазаренко заявил, что его семья в шоке и подвергается нападкам и травле после того, как его жена была ошибочно включена в этот список опубликованной прессой, аффилированный пас. В список, в который включены более трех тысяч человек. За якобы купленный голос на выборах. Объектом пропаганды пас также стала молодая женщина, которая голосовала за Маю Санду. Но оказалась в черном списке, поскольку работая в российской компании, получала зарплату переводом из Казахстана. Провластные СМИ в открытую манипулируют. По крайней мере, такое создается впечатление от снятых ими репортажей. Несколько телеканалов распространили интервью, подготовленное Молдова Уну с участием тети Раи. Женщина, которая попала в поле зрения полиции после расследования Зиарл Дегарды. Куда была добавлена информация, которую на самом деле пенсионерка им не говорила. В то же время, похоже, что видеокадры, опубликованные общественным телевидением, были смонтированы таким образом, чтобы показать, что женщина якобы признает, что получила деньги за голос. Новостной портал Агора.мд, опубликовавший интервью телеканала «Молдова-1» с тетей Раей, женщиной, которая попала в поле зрения полиции после расследования Зиарл Дегарды, использовал манипулирующий заголовок. Несмотря на то, что на самом деле пенсионерка ни разу не произносила словосочетание «подкуп» избирателей и вообще не говорила о деньгах на выборах, репортеры озаглавили новость следующим образом. Тетя Рая о тех, кто участвует в предвыборной коррупционной схеме. Материали журналисты новостного портала также уточнили, что на вопрос, кто стоит за предполагаемой коррупционной схемой на выборах, Раиса Сурду не называла имени. Хотя на самом деле о коррупционной схеме ее даже не спрашивали. Более того, она говорила лишь о надбавке к пенсии. Как вы стали частью этой сети? Кто и как вас нашел и убедил принять в ней участие? Я не могу вам сказать. Так получилось. Именно так звучал вопрос репортера канала «Молдова-1». При том, что Раиса Сурду говорила лишь о надбавке к пенсии и даже призналась, что никогда и ни за что другое денег не получала. У вас есть счеты и приложения российского банка? Нет, нету. Не могли бы вы рассказать нам, сколько денег вы уже получили? Я еще ничего не получила. В конце сказали, сейчас я ничего не получила. Когда в конце? Не знаю, так говорили в конце. А когда? Не знаю. После выборов? Нет, не после выборов. Сказали, что деньги придут как помощь пенсионерам. Вот так. Из репортажа канала «Молдова-1» создается впечатление, что видеокадры были специально смонтированы таким образом, чтобы выглядело так, будто тетя Рая получила деньги за голос. Когда ее спросили, признает ли она свою вину, качество звука ухудшилось, а формат изображения внезапно сменился. Вы решили теперь сотрудничать со следствием? Да. Вы признаете свою вину? Телеканал ТВ-8 написал, что тетя Рая, главный герой расследования Зиарл Дегарда на службе у Москвы, говорит, что сожалеет о том, что присоединилась к преступной сети Шора по подкупу избирателей, хотя сама женщина об этом на самом деле вообще не говорит. Новостной портал дискиди.мд также распространил фейк. Хотя изначально она говорила, что никогда не получала денег от Шора с целью подкупа избирателей, позже она призналась, что получала деньги из Москвы, но говорит, что сделала якобы это лишь раз, говорится в репортаже, который опубликовал новостной портал. И точно так в интервью Раиса Сурду не говорила ни о деньгах из Москвы, ни о деньгах Шора. Тетя Рая, главный герой расследования Зиарл Дегарда, была помещена под домашний арест на 30 лет. Согласно Уголовному кодексу, домашний арест заключается в изоляции лица в его же жилище с установлением определенных ограничений. Также подозреваемые имеют ограничения на телефонные звонки, почтовые сообщения и другие виды общения и не могут принимать гостей. Находящиеся под домашним арестом должны обеспечить работу оборудование для мониторинга и в назначенное время являться в орган уголовного розыска или суд. И даже при таких условиях телеканал Молдова-1, контролируемый правящий пас, взял интервью у Раисы Сурду, что запрещено законом. Редакция Пятого канала готова предоставить, как того требует законодательство, названным в материале редакциям право на реплику, которые бы аргументированно объяснили выявленные нами сомнительные факты. Больше недели руководство страны оперирует разными цифрами, рассказывая о предполагаемых избирателях, которым якобы заплатили за продажу своих голосов. Чтобы выяснить, сколько таких людей было выявлено на самом деле, мы обратились к министру внутренних дел Адриану Эфросу, но и он также не смог назвать это количество. После заседания правительства глава МВД заявил, что правоохранительные органы расследуют множественные схемы подкупа избирателей. Однако их вину еще предстоит доказать. На простой вопрос журналистов о том, сколько человек на сегодняшний день были наказаны за продажу своих голосов на выборах, министр внутренних дел Адриан Эфрос так и не смог ничего конкретно ответить. Количество людей меняется изо дня в день. Вы могли посмотреть пресс-конференцию, организованную генеральным инспекторатом полиции, а затем генеральной прокуратурой, мы продолжим проводить такие брифинги и будем обновлять данные, чтобы граждане Республики Молдова знали непосредственно из надежного источника, каков процесс в этом вопросе. Однако власти оперируют разными цифрами, когда речь заходит о реальном числе граждан, которым якобы заплатили за их голоса. Хотя репортер Пятого канала настаивал, чтобы глава МВД конкретизировал, сколько именно таких людей выявлено, Эфрос принялся ссылаться на счета, открытые для получения социальной помощи, которые не имеют никакого отношения к фальсификации выборов. И все-таки по спекуляциям, которыми оперируют, Майя Санда говорит о 300 тысячах избирателей, господин Черныуцану, что их 130 тысяч. Прокуратура утверждает, что обвинения предъявлены только 35 гражданам. Так все-таки о каком количестве людей идет речь? Я в прошлый раз ответил на этот вопрос. Мы сказали, что есть 130 тысяч счетов. На одном счете может быть несколько человек, пользующихся этими финансовыми ресурсами. Как оказалось, цифра в 30 тысяч, о которой неоднократно упоминала Санду, это количество людей, которые всего лишь получали денежные переводы из России на различные цели, включая зарплаты и переводы от родственников. Позже Санду перестала оперировать этой цифрой, заменив ее на значительное количество. 130 тысяч – именно такое количество счетов было открыто в российском банке «Промсвязьбанк» для социальных выплат. Но нет никаких доказательств того, что эти деньги для подкупа голосов. А полиция сейчас добывает признание у людей в том, что деньги якобы были заплачены за голос. Между тем, генеральный прокурор заявил, что обвиняются всего 35 человек, вина которых к тому же еще не доказана в суде. Мы также спросили у министра по поводу интервью, которое было показано общественной компанией телерадио «Молдова» с тетей Раей. Так, так называемые журналисты-расследователи, назвали женщину, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о подкупе избирателей. Мы спросили у Адриана и Фроса, почему правоохранительные органы занимаются манипулированием общественного мнения, в то время как женщина утверждает, что деньги, которые она даже не получила, были прибавкой к пенсии. Но глава МВД, как и следовало ожидать, уклонился от ответа. В этом интервью хотели представить, что женщину подкупили, однако я видела, что она заявила, что эти деньги были прибавкой к пенсии, а не за голосование. И она их даже не получила. Почему полиция манипулирует общественным мнением? Прибавка или помощь – это когда вы не просите ничего взамен. Когда же вы даете надбавки или предоставляете финансовые ресурсы в различных манипулятивных формах в обмен на голосование, мы не можем говорить ни о какой поддержке. Если внимательно посмотреть интервью, опубликованное телеканалом «Молдова-1», то становится понятно, что женщина, попавшая в поле зрения полиции, не говорит, что получила деньги именно за голосование. Хотя все в репортаже смонтировано таким образом, что кажется, что она признается в том, чего не совершала. Представители Национального центра по защите персональных данных заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть достоверность опубликованного недавно списка с именами граждан, которых называют сторонниками, активистами и членами организации ШОР. В сообщении центра говорится, что пока не поступали жалобы по поводу нарушений, связанных с персональными данными. По закону персональные данные включают в себя любую информацию об идентифицированном или идентифицируемом физическом лице, а достоверность этой информации должна быть тщательно проверена и сверена с данными правоохранительных органов, отмечается в пресс-релизе центра. Учреждение призывает граждан проявлять максимальную осторожность при раскрытии или передаче информации личного характера. Это сообщение было опубликовано в связи с размещением на одном из новостных сайтов на прошлой неделе списка, в котором указаны имена и персональные данные 3800 человек из различных населенных пунктов, которые были объявлены членами предполагаемой сети Илона Шора. В Генеральном инспекторате полиции сказали, что не могут подтвердить или опровергнуть достоверность списка, и что проверка этой информации проводится путем сравнения данных с официальными сведениями, находящимися в органах правопорядка. Далее в нашем выпуске вы увидите. Самая дорогая предвыборная кампания была проведена кандидатом на пост президента Майей Санду и ее командой. Сколько тысяч евро в день Санду вкладывает в рекламу только на Фейсбуке, узнаете в нашем выпуске. Новые компенсации за отопление власти обещают накануне выборов. Однако неясно, сколько денег на это будет выделено. Изменились и условия получения этих компенсаций. Чтобы воспользоваться ими, граждане должны находиться в стране. Катастрофа в Испании. Десятки людей погибли в результате разрушительного наводнения, которое затронуло ряд регионов страны. Больше всего Валенсию. Тысяча евро в день. Именно столько тратит на рекламу в Фейсбуке кандидат, баллотирующийся на второй президентский срок Майя Санду. О том, что Санду и ее команда проводят самую дорогостоящую предвыборную кампанию, было известно еще в первом туре, когда только по официальным данным она потратила на агитацию 10 миллионов леев. С приближением второго тура президентских выборов обстановка в обществе только продолжает накаляться. В социальных сетях появилась информация со ссылкой на данные компании Мета, владеющей Фейсбук, о том, что за последние 30 дней действующий президент Майя Санду потратила 45 тысяч евро или около 830 тысяч леев на рекламу. Такую немаленькую сумму глава государства не пожалела на продвижение своей страницы рекламной кампании на странице партии, депутатов и министров ПАС, а также на страницах НПО. К слову, ранее в интервью Дудю глава государства заявила, что получает примерно 850 евро в месяц и живет на одну зарплату. Чтобы узнать, как же так получается и кто эти щедрые доноры кандидатки, мы обратились в пресс-службу правящей партии. Однако пресс-секретарь ПАС Адриана Влас так и не ответила на наши звонки и сообщения. Мы также обратились за комментарием к вице-председателю ЦИК Павлу Постика, чтобы узнать, если эти суммы задекларированы в расходах Санду и каковы источники их происхождения. Постика ответила, что занят и перезвонит, однако этого не сделал. Напомним, согласно данным, представленным социологической компанией Айдата со ссылкой на ЦИК, в расходах на агитацию избирателя в первом туре действующая глава государства стала лидером. Ее предвыборная кампания официально была оценена почти в 10 миллионов леев. При этом, как утверждал Рината Усатый, потраченная сумма намного выше. По данным политика на кампанию по организации референдума и поддержку кандидата Майя Санду, за последние 6 месяцев было потрачено более 90 миллионов евро из европейских фондов. Санду публиковала бесчисленное число видеороликов, проводила масштабные помпезные презентации программ в районах, показательные встречи с людьми, фотосессии с животными, детьми, артистами. И это не считая использования административных ресурсов, о которых не раз говорили как и политические оппоненты Санду, так и независимые наблюдатели. Среди наиболее вопиющих нарушений выделяли агитацию, которую проводили министры и депутаты ПАЗ за счет денег налогоплательщиков вместо того, чтобы выполнять свою работу. В своем промежуточном отчете международные наблюдатели миссии ОБСЕ в Кишиневе указали на то, что президент Молдова Майя Санду имела привилегированное положение в СМИ. При этом, по словам специалистов, именно совмещение референдума о вступлении в ЕС с выборами президента в Молдове открыло путь к злоупотреблениям, которыми власть не упустила возможность воспользоваться. С огромным шаром с надписью «Майя, катись отсюда», который символически катили по центральным улицам столицы молодые представители политического блока «Победа», направились сегодня к президентуре, где запланировали флешмоб против действующей власти. Однако полиция не пустила их к месту проведения акции, хотя у них было разрешение от местной администрации. Без объяснения причин полицейские сдули их шар и конфисковали а одного из активистов блока «Победа» задержали, применив силу. Майя, катись отсюда! С таким призывом обратились к властям молодые люди из блока «Победа». Согласно заявленному премьерии Кишинева маршруту, с этим шаром участники флешмоба должны были пройти к зданию президентуры. Однако уже у триумфальной арки напротив правительства участники акции были остановлены полицией. На место примчалось целых четыре экипажа. Запланирована акция около президентуры, где мы планировали попрощаться с Майя Санду и акцентировать внимание всех жителей, в том числе в первую очередь именно той команды Майя Санду, о том, что пришло время покинуть свой пост, покинуть президентуру. Поэтому мы хотели сегодня вот этот вот шар символичный привести к президентуре. Но, к сожалению, до президентуры мы дойти, судя по всему, не можем, хотя мы и в данном случае не нарушаем ни одного положения, ни одной статьи нынешнего законодательства. Более того, не предъявив никаких документов, сотрудники правоохранительных органов сдули шар и конфисковали его. Кроме того, полицейские в грубой форме задержали одного из активистов без объяснения причины не начали силой заталкивать молодого человека в машину. Почему вы меня силой сжигаете, я не понял. Почему вы силой меня? Куда вы меня забираете, Чарльз? Что мы поняли? Что это было делать? Честная вся была. На незаконной основе человека, который ничего не нарушил. Нет, так я нормально хочу узнать, по какой причине в глаза мне посмотрите. Напишите, уважаемый человек, который меня силой забирает. Дом Юрий. Посмотрите мне в глаза. Дом Комонел. Активист был доставлен в полицейский участок Баюкан, откуда его через короткое время отпустили. Просто взял меня за руку, скрутил и сказал мужикам, обычным работягам, полицейский, луац, то есть берите его. По какой причине берите, зачем и почему он вообще так обращается с гражданином республики, хотя он находится при должности, при исполнении, он просто берет человека, скручивает и говорит, берите его и увозите. Мне кажется, это неправильно. В комиссариате, ну, мне не объяснили, что я нарушил. Я все сказал, как есть, просто написал объяснительную, да и все. Все, как всегда, заканчивается объяснительной. Члены блока «Победа» подчеркивают, что не нарушали законы, организуя и принимая участие в акции протеста. Более того, они утверждают, что у них было разрешение местной администрации на проведение этого флешмоба. Полиция же, в свою очередь, не предъявила никакого акта об изъятии шара. Мы ничему уже не удивляемся, мы понимаем и мы знаем, в какой стране мы живем. Мы понимаем, что сегодня нет свободы слова, сегодня нет никакой возможности самовыражения, сегодня полная диктатура и агрессия со стороны правящего режима. Хочу отметить, что полиция выполняла индикацию. В какой-то степени мы понимаем, что они скованы и вынуждены подчиняться своему руководству. Акция была задекларирована, с нашей стороны были соблюдены все законы, не было никаких нарушений, ничего преступного и незаконного мы не совершали. Могу сказать, что действия полиции ведут к тому, что они просто провоцируют фактически наших ребят, провоцируют участников акций протеста на агрессию, на то, чтобы наши молодые люди приступили этот закон, чтобы у них были потом основания. Представители Блока Победы считают, что это давление осуществляется по указаниям действующей власти, представители которой пока никак не прокомментировали эти заявления. Отметим, что Майя Санду, а также председатель парламента и глава правительственной пресс-службы неоднократно говорили, что каждый гражданин Молдовы может свободно выражать свое недовольство посредством законных протестов, что, по словам молодых членов Блока Победы, они и сделали. Но в действительности любая попытка протестовать против власти оборачивается давлением и незаконными задержаниями. И это несмотря на то, что закон о свободе слова, опубликованный в официальном мониторе, а именно подраздел 9, «Свобода критиковать государство, государственные органы и лиц, находящихся на госслужбе», гласит, каждый человек имеет право критиковать государство и государственные органы. Государство и органы государственной власти не могут подавать иски за дефамацию, распространение порочащих сведений. Государство, исполнительные и законодательные органы власти не защищены уголовным законодательством или законодательством о правонарушениях от дефамационных заявлений. Лица, выполняющие государственные функции, могут быть подвергнуты критике, а их действия – проверки со стороны средств массовой информации на предмет того, как они выполняли или выполняют свои обязанности, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения прозрачности и ответственного выполнения их функций. Первое судебное заседание в столичной операционной палате по уголовному делу о превышении должностных полномочий, в котором фигурирует бывший генеральный прокурор Александр Стоиногло, оправданный в феврале 2024 года судом первой инстанции, перенесено на 10 февраля 2025 года. Тот факт, что Стоиногло предстал перед судом сегодня, в разгар избирательной кампании, обеспокоил Майю Санду, которая предположила, что это может выставить ее оппонента в роли жертвы. Отметим, что Александр Стоиногло был оправдан 28 февраля по делу, по которому его обвиняли в превышении должностных полномочий. Решение тогда приняли суди Кишиневского суда сектора Буюканы. Они посчитали, что бывший прокурор невиновен в том, что ему инкриминировалось. Стоиногло заявил тогда, что не было представлено никаких доказательств его вины и повторил, что дело против него было сфабриковано. Оно было составлено по политическому заказу с единственной целью – отстранить его от должности. Прокуратура антикоррупции обжаловала это решение в Кишиневской апелляционной палате. Перед вторым туром президентских выборов в кагитации за Майю Санду и даже угрозам в случае избрания другого главы государства подключились и зарубежные доброжелатели. Уехавший из Украины и проживающий сейчас в США экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович угрожает войной, если молдавские избиратели не проголосуют за Санду. У Молдовы, заявил он в проекте, военный дневник не может быть никакой самостоятельности, а только полное подчинение папе Румынии и маме Украине. К числу тех, кто решил поучить граждан Молдовы правильно голосовать, присоединился и небезызвестный Алексей Арестович, проживающий сейчас в Нью-Йорке, бывший советник главы Офиса президента Украины в ютуб-проекте «Военный дневник» пригрозил Молдове войной, если она неправильно для Киева проголосует 3 ноября. И я очень не хочу, чтобы Украина предпринимала какие-то действия, тем более вооруженным путем против Молдовы. Я очень бы не хотел, чтобы пошла речь о том, что Украина вынуждена будет принимать какие-то меры, давайте назовем деликатной безопасности. А это неизбежно, если вы проголосуете за пророссийский курс в Молдове и выберете в парламент или президентом сторонников Союза с Москвой. У Молдовы не может быть никакой самостоятельности. А только полное подчинение папе Румынии и маме Украине, заявил Арестович. Александра Стоиногла он назвал симпатичным, спокойным человеком, но подтвердил, что для Киева предпочтительнее, цитируем, проевропейский и пронатовский кандидат Майя Санду. При этом Александр Стоиногла не раз говорил, что он является сторонником евроинтеграции Республики Молдова и осудил агрессию России против Украины. А в ходе недавних предвыборных дебатов, отвечая на вопрос о действиях, которые он предпримет на посту президента, во внешней политике и особенно в отношениях с Украиной, Стоиногла заявил, что будет строить и развивать отношения дружбы со всеми партнерами, включая соседей Украину и Румынию, и партнеров по развитию Европейский Союз, США, Россию и Китай. «Мы поддерживаем Украину в нынешней войне и предоставляем украинским гражданам необходимую гуманитарную помощь. Я уверен, что когда я стану президентом, наши отношения с Украиной будут крепче, чем сейчас», сказал Александр Стоиногла. Он также предложил Санду подписать пакт о признании необратимости европейского курса. «Мы пытались получить в Министерстве иностранных дел Республики Молдова комментарии по поводу угроз со стороны Алексея Арестовича и возможности военных действий против Молдовы, но там никто не ответил на наши звонки». Правящий режим Санду-Пас предпринимает попытки перевести компанию «Молдова-Газ» под специальное управление под видом защиты энергетической безопасности в Молдове и уже готовит соответствующий законопроект. Эти планы министр энергетики Виктор Парликов подтвердил, отвечая в правительстве на вопросы СМИ. Аргументы властей – ситуация на предприятии патовая, и необходимо найти решение. В свою очередь, временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Молдова-Газ» Вадим Чибан в комментарии для нашего телеканала заявил, что впервые слышит о таком законопроекте, подчеркнув, что на предприятии нет никакого управленческого кризиса, а голубое топливо закупается в соответствии с графиком поставок. Министр энергетики Виктор Парликов не уточнил СМИ, когда и каким образом правительство намерено ввести специальное управление «Молдова-Газ», особенно с учетом того, что контрольный пакет акций принадлежит российскому поставщику природного газа «Газпрому». Конечно, если мы не добьемся успеха и не найдем решения, нам придется искать альтернативные решения. И одно из таких решений – это подготовка руководящего состава со стороны НАРЭ, если предприятие не может. Ну хорошо, это предусматривает проект закона, который обязательно будет направлен в парламент, он будет обсуждаться. Насколько я понял, он еще не зарегистрирован, но уже разработан. Мы считаем, в данный момент мы хотим и надеемся, что ситуация будет разблокирована без необходимости вмешательства. Комментарии для нашего телеканала в РИУ. Председатель управления акционерного общества «Молдова-Газ» Вадим Чибан заявил, что не в курсе разработанного законопроекта, предполагающего переход «Молдова-Газ» под внешнее или специальное управление. Какой законопроект вообще не в курсе. Когда говорить о внешнем управлении, нужно давать ссылаться на наш закон. Прежде всего, об акционерных обществах. Есть органы управления, общее собрание акционеров. А второе, есть совет директоров или наблюдательный совет. Если это органы рабочие, то я не вижу смысла в внешнем управлении вообще. Тем более, есть гражданский кодекс, который все это регулирует. Поэтому ответ очень прост. Все это регулируется гражданским кодексом и законом о корпоративном управлении. Вадим Чибан также, по сути, опроверг все заявления чиновников правительства ПАС о том, что ситуация с затянувшимся назначением нового руководства компании каким-то образом угрожает газовым кризисам. По его словам, никакой критической ситуации на «Молдова-Газ» нет. Ни в управлении, ни в закупках газа. А министр Парликов нагнетает ситуацию. Нету никакой ситуации критической. Я думаю, что господин Парликов слишком нагнетает ситуацию. До конца декабря, в том числе уже январь, мы закупили газ. Поэтому нету никакой критической ситуации. Есть определенное мнение наблюдательного совета. Они предложили, министерство знает об этом. Поэтому будем исходить с того, какое решение будет принято нам для кризиса. Вот и все. Напомним, министерство энергетики представило семь сценариев газового кризиса, заявив, что главный риск исходит из России. При этом наихудшим сценарием отмечается отказ Украины от транзита российского газа. Кроме того, как заявлял Парликов, Молдова обратилась к «Газпрому» по поводу закупок газа в следующем году. В объемах, которые поступают сейчас в Приднестровье, для внутреннего потребления и производства электроэнергии. В России, в свою очередь, утверждают, что если Молдова проявит желание закупать «Газпромовский» газ, они найдут способ нам его поставить. И без участия Украины. Тем не менее, вопрос, каким газом будет обеспечиваться Молдова в следующем году, остается открытым. Некоторые эксперты предполагают, что власти Молдовы сознательно хотят довести дело до ситуации, когда голубое топливо придется брать в Европе по более высоким ценам, по уже проверенным схемам, приносящим кое-кому в нашей стране миллионные откаты. Отметим также, срок полномочий состава управления Молдова газ истек 25 июня, в связи с чем наблюдательный совет компании одобрил его временный состав сроком на три месяца, который возглавил Вадим Чабан. Однако уже в октябре член наблюдательного совета Молдова газ Сергей Тафилат призвал ввести внешнее управление в компании из-за того, что якобы российская сторона препятствует назначению нового руководства компании. И это, дескать, грозит приостановкой закупок газа на зимний период, для чего даже был подготовлен соответствующий законопроект. В преддверии выборов власти дают новое обещание. Несмотря на то, что платформа еще не готова, гражданам обещают новые компенсации за отопление. В этом году те, кто хочет воспользоваться ими, должны зарегистрироваться на платформе, которая будет запущена в начале ноября. Размер компенсации будет зависеть от уровня доходов и состава семьи. В то же время есть и отличия от прошлогодних условий. Для того, чтобы получить компенсацию, граждане должны находиться в стране. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Система компенсации связана с базой данных пограничной полиции. Мы сможем проводить проверки, чтобы выяснить, находятся ли граждане, претендующие на компенсацию на территории Республики Молдова или нет. Все готово. Мы готовы. Мы поможем гражданам и этой зимой. На следующей неделе мы предоставим детали. Но хочу сказать, что у нас есть доступ к базам данных о социальных пособиях, которыми пользуются лица из домохозяйств, к базе данных государственной налоговой службы, чтобы понимать, каковы задекларированные доходы. У нас есть доступ к данным из кадастра, чтобы увидеть, каково имущество и так далее. По словам министра, власти позаботились о том, чтобы с технической точки зрения все было готово. А обмен данными осуществлялся эффективно, чтобы гражданам не приходилось предоставлять большее количество документов. Десятки людей погибли в результате наводнений, обрушившихся на несколько регионов Юго-Востока Испании во вторник и среду. По данным местных СМИ, хуже всего обстоят дела в регионе Валенсии. Молдавский МИД уверяет, что среди пострадавших нет наших соотечественников. По меньшей мере, 70 человек погибли в результате наводнений, произошедших на юге и востоке Испании во вторник и среду, после того, как на регионы страны обрушились проливные дожди. Потоки воды сносили с улиц автомобили, были разрушены дороги и нарушено железнодорожное сообщение. По данным местных СМИ, ничто не предвещало такой разрушительной стихии, настолько масштабного бедствия, которое теперь можно назвать одним из самых драматичных наводнений в Испании за последние десятилетия. Больше всего пострадали коммуны Аль-Кудия в регионе Валенсия или Тур соседней провинции Аль-Бачете, где шесть человек числятся пропавшими без вести. Сотрудники Министерства иностранных дел Молдовы, с которыми связался Пятый канал, заявили, что никто из наших соотечественников от наводнения не пострадал. Напомним, что полтора месяца назад несколько европейских стран пострадали от циклона Борис, в том числе и Республика Молдова. В результате разбушевавшейся стихии десятки автомобилей были поглощены водой, повалены деревья, парализовано движение общественного транспорта, а на некоторых улицах был смыт асфальт и образовались настоящие кратеры. Ограничения в аэропорту продлили еще на месяц. Таким образом, вход в здание аэрогавани все также разрешен только тем пассажирам, у кого есть посадочный билет, персоналу и экипажу самолетов. Об этом сообщили представители аэропорта. По их данным, меры действуют до 30 ноября этого года. Пассажиров призывают пребывать минимум за три часа до запланированного рейса, чтобы выполнить необходимые для поездки формальности и избежать опоздания на рейс. Напомним, что начиная с 1 мая доступ в терминал запрещен для провожающих и встречающих. Тогда было объявлено, что эти меры связаны с тем, чтобы обеспечить оптимальный комфорт и безопасность для всех путешественников. Многие пассажиры жаловались Пятому каналу, что из-за таких условий безопасности и, соответственно, образовавшихся огромных очередей, они не успевают на свой рейс. Другим же приходится часами ждать регистрации. При этом родственники путешественников были недовольны тем, что им приходилось находиться на улице под палящим солнцем или под проливным дождем, и что не было создано даже элементарных удобств. Экономический эксперт Вячеслав Янице также раскритиковал это решение. По его словам, Международный аэропорт Кишинева стал национальным позором. Он сделал это заявление после того, как ему пришлось ожидать на улицу у входа в здание аэропорта двух прилетевших в страну иностранных экспертов. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok